Отловить нельзя помиловать. На Дальнем Востоке России решают, где поставить запятую и точку в споре между зоозащитниками и биологами. Объекты спора – касатки и белухи, которых в Охотском море стало слишком много. Так, во всяком случае, считают местные рыбаки. Почему ополчились против морских хищников, выясняла Наталья Гончарова. Во Владивостоке разгорается скандал между биологами и зоозащитниками. Всё началось с инициативы Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. Там предложили выделить квоту на отлов 13 касаток и 200 белух. Главный аргумент – многочисленные жалобы рыбаков. По их словам, касатки мешают работе, рвут сети и лишают улова. Касатки, они объедают в первую очередь палтус. То есть палтус, который на Яроссе добывается, ещё терпук. Сейчас уже палтуса, где-то если много, уже и до Макроруса добавляется. То есть они объедают рыбу. То есть улов минимальный получается у рыбаков. Основной аргумент зоозащитников – содержание касаток в неволе невозможно. Прежде всего из-за физиологических особенностей этих животных. В океанариумах они могут проявлять агрессию из-за психологических травм. Касатка – это хищник. Естественные условия для неё – обитание в среде, где можно охотиться за добычей. Поэтому их дрессировка для человека может стоить здоровья или даже жизни. Из-за этого цирки многих стран мира неоднократно призывали остановить эксплуатацию касаток. Дельфины, как и высшие приматы, это очень высокоразвитые животные. У них очень сложно организованный мозг, у них развитая кора, подкорковые центры. Они очень эмоциональные, у них развитые хорошо когнитивные функции. Они проплывают за день до 300 километров, может быть даже больше. Но это зависит от вида, конечно, от многих факторов. Поэтому никакой океанариум, никакой дельфинарий не может обеспечить им этого объёма движения. Впрочем, есть и другая сторона вопроса – финансовая. Продажа касаток за границу – очень прибыльный бизнес. Цена за одно животное в зоопарках может достигать одного миллиона долларов. Такую сумму готовы заплатить, например, в Китае, где бешеный спрос на касаток в океанариумах. Существует в стране четыре фирмы, которые занимаются животловом и торговлей крупных китообразных за границу на экспорт. От этих фирм поступил уже запрос в Росрабовство. Есть покупатели в Китае, допустим. Да, я не знаю, может быть, две касатки в России бы остались, но сомнительно. А пока жители Владивостока активно протестуют против озвученной инициативы. В соцсетях набирает популярность хэштег «Я против отлова касаток». И альтернативный вариант действительно есть. Биологи проводят исследования, чтобы создать гидроакустический прибор, который бы мог отпугивать касаток от улова рыбаков. Правда, как он может функционировать, пока не ясно. Окончательную точку в этой истории поставит госэкспертиза. Наталья Гончарова, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok